Приветствую вас. Есть два, на мой взгляд, варианта развития событий. То есть в вашей ситуации, в ваших обстоятельствах, в первом случае молодой человек действительно просто проявляет к вам дружбу, проявляет к вам такую вот заботу как к другу, как к хорошему приятелю и ничего больше. В этом случае можно говорить о том, что мужчина как бы подразделил, подразделил он вас, да, ну, ваше отношение, ваше, скажем так, взаимодействие и, собственно говоря, свою личную жизнь. Ну, вообще-то, все то, что он говорил вам изначально, да, все то, к чему он стремился, я имею в виду, после окончания ваших отношений, он это как бы и продвигается. То есть для него вполне вероятно, приоритетом остается все-таки именно дружба с вами. Хотя и вам, безусловно, это не приятно. То есть вы, понятное дело, хотели бы чего-то большего. Но проблема заключается в том, что ваше желание чего-то большего, оно, судя по всему, оно только ваше. С стороны мужчины нет никакого намека на то, чтобы быть как-то вот с вами, да, и строить с вами отношения. В этом случае вам ничего не остается, пожалуй, кроме как принять его такую позицию, да, и, собственно говоря, с ней смириться. Пожалуй, вряд ли можно сделать здесь что-то еще, по крайней мере, действительно без вреда вашим отношениям. Ну, не думаю, что что-то можно будет еще сделать. Второй вариант, это вариант такой, что мужчина общается с вами и не видит от вас какого бы то ни было, ну, какого бы то ни было ответного поведения, которое устроило бы его, и которое бы дало ему понять, что, в общем-то, вы действительно к нему неравнодушны. И если это действительно так, то тогда вам, хотя бы для себя, хотя бы для того, чтобы самой вот не мучиться, чтобы самой не теряться в догадках, как там и чего, ага, значит, вам можно и нужно проявить самостоятельно инициативу. То есть, условно говоря, это значит что? Что вы просто попробуете с ним или поговорить по душам, или, собственно говоря, сблизиться. То есть, кто-то же зовит все от вас. Ну, исходя из того, что написали вы, я думаю, что для вас более правильным поведением было бы, наверное, все-таки просто поговорить по душам. То есть, мне, значит, как-то сблизиться, потому что для вас табу, как вы сказали, лезть в чужие отношения. И я не думаю, что стоит себя ломать, не думаю, что нужно будет переступать через себя. Это совершенно лично здесь, вот. Но поговорить с мужчиной, откровенно сказать ему, что, вероятно, ваши чувства к нему еще сохранились. Если вы, конечно, не считаете это для себя каким-то унижением там, допустим, и так далее, А это сказать, в принципе, совершенно можно. И тогда вы можете посмотреть на реакцию мужчины, на то, как он себя поведет. Если у него действительно остались чувства к вам, то он, скорее всего, разорвет помолвку, да, отдавет свое предложение, и, собственно говоря, будет близяться с вами. Если же у него действительно есть серьезные намерения к той девушке, которая, ну, к которой он сделал предложение, то, соответственно, никакого возвращения к вам не будет. Это вот два варианта развития событий именно в том контексте, в каком пишете вы. Но я бы хотел еще добавить небольшую такую, если угодно, не знаю, даже ремарку, может быть, или дополнение просто, что ваша основная ошибка, которая мне видится в том, что вы вот делаете, в том, как вы себя ведете, в том, как вы поступаете. Ваша ошибка заключается в том, что вы, по сути дела, не закончив одни отношения, выступили в другие. И не то, чтобы я вас как-то обвиняю, или что-то еще, нет, ни в коем случае, обвинения мои страхные были бы неуместны, вот. Просто я говорю о том, что вы как бы себе вредите. Не закончив одни отношения, вы выступаете в другие. И тем самым вы не можете получить удовлетворение, удовольствие от одних отношений. И, естественно, как бы просто отношения не дают вам покоя. И, понимаете, вот чтобы этого не было, вам нужно для начала завершить те отношения, которые у вас были изначально. Ведь не сложно догадаться, что вы своего второго молодого человека, с которым вы начали встречаться уже после того, как расстраивались со своим первым. Вы в некотором роде использовали как средство для того, чтобы забыть вот как раз первого мужчину. И из-за этого мужчины как средство, ваш второй мужчина как средство, ну, выступать мог достаточно недолго. И ваше отношение не закончилось. При этом вы говорите, что чувство к первому мужчине у вас еще есть. И вот это очень важно для себя правильно понять. Понимаете, чувство к мужчине, чувство к человеку делится на две такие большие части. Первая часть – это когда вы, условно говоря, просто хотите делать человека счастливым, и все. То есть никаких больше потребностей у вас к нему нет. А в этом случае можно говорить о вашей свободе, ну, вообще о свободе человека. И второй момент – это когда вы хотите волей-неволей, осознанно или неосознанно, когда вы хотите, условно говоря, сделать человека близким к себе для того, чтобы что-то получить самостоятельно, что-то получить для себя. Итак, еще раз повторю, не нужно думать, что это есть суть, что-то плохое. Не нужно думать, что это есть что-то дурное. Вы, может быть, сами этого не осознаете, вы, может быть, в этом не отдаете себе отсюда, и это тоже нормально. Но для вашего же блага, для того, чтобы вы были счастливы, нужно, чтобы вы этот момент для себя выделили, чтобы вы его выявили, чтобы вы его смогли отделить. И если вы сможете это сделать, сможете отделить одно от другого, то те желания, которые у вас есть для себя, вы сможете удовлетворить самостоятельно, без участия молодого человека в этом. А то, что вы хотите сделать человека счастливым, например, то есть мужчину счастливым сделать, да, это идет как бы отдельным пунктом в пунктом, и это никак на вас не влияет. И если вы хотите делать человека счастливым, то вы, наверное, понимаете, что неважно, как он будет счастлив, лишь бы был счастлив с вами или без вас. Вот так, в принципе, и можно ответить на ваш вопрос. Я думаю, что вы примите верное решение, я думаю, что вы обязательно поступите, исходя из своих ценностей, исходя из своих принципов, исходя из своих убеждений, и правильное решение примите. Поймите нас, мы не можем давать вам советы, это было бы неэтично, мы можем только лишь помочь вам увидеть ситуацию немножечко более полно, с другой стороны, и помочь вам лучше понять себя. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.